По поводу плюсов других команд. У команды 12 апостолов нам понравилась идея лицов команды, и мы призадумывались, и можно, например, сделать у нас девушку-супергероя Маруси, то есть чтобы это был реальный человек, реальная девушка. По поводу команды MyRussia, нам понравилась идея именно идея геолокации, и мы для себя подумали, что можно, например, друзей искать у себя в городе, который есть в социальной сети, чтобы была возможность поиск людей по геолокации тоже. Спасибо. Еще, конечно, у 12 апостолов нужно отметить масштабность и команду, а у команды Маруси MyRussia взаимодействуют уже с существующими компаниями, это большой плюс, на наш взгляд. Спасибо. Мы начнем с других команд. Первая команда, команда, которая лично мне запомнилась комиксами, у них очень хороший вариант реализации причастности. Когда человек отдает деньги, он получает на руки что-то, в частности, диплом, подтверждающий спонсорство, это что-то, что можно пощупать, реально подержать в руках. Я еще один плюс добавлю ко всем двум командам, которые были с нами вместе. Офигенный плюс. Ребята, вы готовы работать бесплатно, это очень круто. Мы вас готовы взять к себе. Это супер. Дальше. Во-первых, мы профессионалы, и готовы профессионально развивать этот проект, привлекать других профессионалов, квалифицированных. Во-вторых, мы уже вложились в этот проект, в частности, я прилетел, допустим, сюда за свой счет, и так далее. И в-третьих, мы готовы договариваться, вести серьезный конструктивный разговор по поводу дальнейшего развития этих событий. Можно альтернативную версию? Плюсы этой команды в том, что она понимает, что люди, живущие в Российской Федерации, их много, они разные, они находятся на разных уровнях пирамиды потребностей, и их проект работает со всеми мотивациями. Второе, как верно было замечено, спасибо большое коллеге, отметили нашу команду. И третье, это то, что способов монетизации много, это конструктор, который можно раскладывать и складывать так, как нужно под определенные бизнес-задачи, и выстрелить деньгами что-то из этих конструктов обязательно может. Еще короткий вопрос к теме команды. Я прямо сейчас хочу видеть, кто поедет. От первой команды, от второй команды, от третьей команды. А можете мне теперь сделать другую операцию? А кто переговорные стороны? Здесь вы, да? А вы переговорная сторона? Теперь я спрашиваю, а переговоры вести с кем? Здесь же кто едет или нет? Какая передо мной стоит проблема? Вы были победительниц на конкурсе. Вам не нравится? Что не нравится? Есть в каждом свои плюсы и свои минусы. Нет, не, не, не спрашивайте, это все бла-бла-бла в пользу бедных. Давайте сразу в тезис. Проблема. Моя проблема, моя проблема. Без вежливости. Максимально неполиткорректно можно, понимаете? у вас нет денег но смотрите на что на то что у кого-то из вас отправить я могу вас в масштабе бытовых потерь проект очень разная ориентир нет нет я спрашиваю о другом я спрашиваю о том какая проблема у меня в конкурсе вы сейчас боитесь потерять того кто может принести пользу и но делить его вниманием идет я вот сказала да то есть в общем то любой член нашей команды будет готов своей частью пойти в любой из за победивших если там мы не победившие это не моя проблема а иван можно спросить я хочу чтобы у вас есть спокойно да ты гадай может быть мало данных для выбора между нами данных всегда мало вы всегда действуете в ситуации действует информация ваш ресурсы всегда ограничено мазанных всегда мало это знаете да да я хочу чтобы вы можете еще попробовать каждый проблема выбора именно в этом именно в этом конкурсе потому что мои проблемы вообще я дополню андрея вам хочется увидеть еще кого то есть у вас как бы вы не хотите останавливаться в этом процессе мне кажется это его это ваша проблема вы не готовы принимать решение сегодня и как бы рисковать на предметах на нем ну вот как бы этот конкурс заключается а вы поймете отправить двух чередей всем конечно же конкурс закончится открывается это же разыгрывается на конкурс там у тебя продолжение проекта донесли там контракт и достать вашим учеником то есть получается что ограниченное количество номинации если вы их сейчас все раздадите проекта не будет вы не готовы принять решение ну да еще версия вы хотите если вы наградите кого-то есть листья мотивация остальных а вам хотелось бы видеть как проект эволюционным образом выживут дальше кто дальше пойдет да 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 мне кажется нету цельной идеи у всех проектов есть хорошие стороны но целого проекта хорошего нет но так вот начинает начинается мышление начинается мышление мне кажется проблема в том как из этих трех команд сделать одну начать мышление я говорю по-разному вот вы сказали ну и вы так думаете постепенно как-нибудь запускается так иван может вы сейчас попробуете я не знаю кажется что она должна была родиться потому что команды шли разными путями все контактировали но как таковой зерна наверное есть но самой идеологии которая трогала бы каждого из нас которая бы сделала этот проект социально значимым так и не появилась то есть она начала только выкристаллизовываться я не знаю что нужно сделать чтобы она появилась но вместо идеологии все время рассказывать машинки 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 железячки получалось так что то о чем как раз говорили что вот бизнес эта машинка едет ее создали она едет решаться проблема собственно говоря социальная в первую очередь и акцент делали на том что деньги это немаловажно но вторично мне кажется свой вариант уже озвучили когда говорили про лидер ваша проблема в том что вам нужен прежде всего лидер проекта который возьмет ответственность среди этих людей вы такого лидера выделить не можете ошибка таких людей здесь навалом полный зал сидит это мой личный вопрос том что мы не смогли до конца в рамках короткой презентации мы сегодня весь день ломали голову чего начать и по большому счету ключевые вещи так и не смогли донести и донести мы донесли нет не донесли я сейчас правильно сказал идеология это когда один говорит а все остальные говорят да то есть идеология по сути действительно не родилась ни на один из проектов все сразу не сказали да ну можно так сказать тематической ткани не возникло да а еще мне вот мне раз пошел интересный разговор я даже не хочу его прервать пока почти интимно я стал тематической тематической а ты сказал интимно романтической интимно в смысле они засмеялись а интимно в моляне это создается чувствительность чувствительность сердец чувствительность сообщительность сердец потенциальных участников сочувствующих эфима и мороза еще кто-то скажет или как-то мы вышли на ткань да произошло единение коллектива все сказали да самая сильная сторона вашей команды из говорю совершенно искренне и утвердительно да в том что у вас есть конечно вот утвердительность у вас есть утвердительность в богатом смысле этого русского слова я восхищаюсь совершенно искренне и по делу и это галочка у меня стоит утвердительность вы из меня боретесь это восхитительно просто так кто все мы с этим исчерпали по поводу идеологии идеология это не столько то к чему мы стремимся сколько то ради чего мы готовы от чего-то отказаться и никто из команд не высказал идею то о том что люди участвующие в сообществе готовы были бы чего-то отказаться данном случае могли быть 10 15 20 долларов но они от этого должны были отказаться и мне кажется вы это не увидели а вопрос рождения в принципе проблема рождения лидера здесь я думаю что задача в принципе не ставилась достаточно сложно многие люди ломают голову мы практически чем национальную идею только пытаемся строить ее вокруг бренда они вокруг страны какой-то отдельной истории гражданского общества каких-то таких вот вы это потому что бренд нам принадлежит а страна принадлежит такому количеству людей что мы не можем про нее ничего ставить а вы не находите порочную эту мысль строить национальную идею вокруг бренда я нахожу ее понимаете я вообще считаю что все национальные идеи строятся частными лицами в рамках своей частной ответственности но героическим действием и только так они как иначе они вообще не возникают никак иначе вообще никогда не было никаких это типическое аристократическое поведение типическое аристократическое поведение как собственно поведение тех кто создал национальные идеи а после нации читайте лахмана поддержку я унесу с собой приз поеду на самую дальнюю гонку вот и вам придется все это оплачивать из полтора минут которые были я проговорил 13 циклов можно попробовать сделать идеей борьбу за молодежь потому что получается так что очень мало я понимаю что звучит банально глупо и избито очень мало альтернатив тому что есть то есть строятся детские площадки но все равно там популяризуются разные лектические напитки и прочее хорошее дело говорите стойте иначе если нас все строит охрана лучше с ней с охраной не связывается посмотрите я хочу вам с вами посоветоваться теперь сначала заветовался со старшими товарищами теперь хочу с младшими товарищами а скажите мне а как лучше да во первых я собираюсь в том или ином составе есть несколько минут еще подумаю в бэк-вокале . со всеми с вами их какой-то частью завтра по встречаться раз а два я хочу сделать может быть и об этом с вами советую еще одну итерацию примерно дней через десять морал с перед которой поставить две проблемы посмотреть как вы будете преодолевать и я могу сейчас я знаю сейчас двух человек которых я я готов пригласить как сказать на ученики и на гонку вот этот человек я знаю и это межгрупповая группа то есть это междисциплинарная межгрупповая группа это два человека которых я хочу позвать но может быть лучше четверых через две недели я предлагаю вам вот дать мне совет собственно мое нежелание сегодня принимать решение она в том и оттуда и проистекает что в общем пока у вас сохраняется конкурентности с одной стороны и включенность в это такое общее движение с другой стороны у вас есть дополнительная запитка энергетическая а как только мы сейчас закроем процесс ну как бы знаете начнется другая жизнь я не очень понимаю как вы в ней будете организовываться поэтому я предлагаю вам так вот выбрать все вместе я знаю двух человек которых сейчас я могу пригласить вот а но можно четверых я знаю почему четверых то есть не случайно хотя не знаю кого может быть совсем не этих двоих результате через две недели через еще одну итерацию эти двое голосуйте против давайте сейчас согласно сегодня они живут им ездить тяжело то есть проект так надоело просто хочется принять решение одновременно с двух сторон от вас и от нас простите мы сюда пришли не для того чтобы на формулу-1 поехать это очевидно для того чтобы двигать проект большой и национальный есть сценарий у стрелок когда он возвращается знаю что будет растрел а смотрите команды мне сегодня на мой взгляд важно было бы поехать на гонку двум людям вам я забыл к сожалению машине андрей андрей вам и иван вам на мой взгляд двойка такая она не изнутри командная именно в паре и не просто потому что один хороший и другой хороший потому что вы комплиментарны вы комплиментарны и это первый теннис поэтому в принципе вот вам результат а